Дарья Рачко Итак, 29 мая ТУСК объявляет о том, что нужно возобновить буферную зону на границе с Белоруссией, то есть запретить любые хождения вблизи метров 200. А все из-за потока якобы агрессивных мигрантов, которые так обижают польских пограничников. Планировалось, ограничение будет действовать с 4 июня в 26 точках в Гайновском и в одной в Белостокском районах с особым режимом. Но менее чем за сотки до исполнения решение перенесли, пока непонятно на сколько. Поводом ко всему этому стало то, что один из беженцев ранил польского солдата. Тот хотел пересечь границу. Во-первых, я не буду сейчас оправдывать, но причинно-следственные связи лежат на поверхности. Вспомнить только 21-й год. Как всех с распростертыми объятиями ждали в ЕС? В тот самый гуманитарный коридор, через который они хотели попасть в Германию. Им другого было не нужно. А по итогу слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Они убили их родственников, развязали войны и конфликты в их странах. А теперь удивляются. Как же так? Об этом тоже много говорят польских экспертов по делам прав человека, что есть такие примеры пуш-апов. Значит, что люди там выкидывают на вашем территории. Вы знаете, говорим о Польше, но я не верю, чтобы большинство беженцев хотело в Польшу, они просто хотят в другие западные страны. Если говорим о двойных стандартах, вы знаете, я слишком долго живу в Польше, чтобы верить в какие-то стандарты. Во-вторых, войско польского оснащено настолько хорошо, что уже даже не может противостоять оружию каменного века. В начале мая двоих солдат закидали обычными камнями. В итоге обоим понадобилась медицинская помощь. После сотрудника погранстража нанизали на копье. Тоже попал в госпиталь. Через пару дней еще одного, но уже какими-то ветками. И снова больничные стены. Шутки шутками, а выдворяют самих беженцев из территории всеми способами. Если не убивают, так издеваются. Маньяки, которым нужны жертвы больше, больше и больше. В сети заверсился ролик, где человек уже лежит и не двигается, а силовики продолжают избивать. И таких видео много, и подобные мы не раз показывали. По информации Госпогранкомитета нашей страны, в апреле этого года польские пограничники более сотни раз жестоко обращались с мигрантами. В том числе выбрасывая их через специальные калитки для животных. Очень гуманно. Никто в Европе Польшу так и не осудил. А тем временем МИД просит оказать поддержку ЕС. Заявляет, что якобы Беларусь с Россией готовит нападение. Но сколько бы раз мы не повторяли одно и то же, согласитесь, сложно разговаривать с теми, кто слышать не желает. Ответственность за то, что происходит к востоку от нашей границы, лежит на тех, кто выдал им эти визы. Их намеренно поощряют, вербуют, привозят с Ближнего Востока. Сначала в Россию, потом в Беларусь. Чтобы они атаковали границу Европейского Союза. Такая поддержка стала бы четким сигналом для Лукашенко и Путина о том, что польская граница – это граница всего Евросоюза. В интервью Сикорский подчеркнул, что неспособность контролировать границу может привести к победе крайне правых на выборах в Европейский парламент и развалу ЕС. Все это повод, чтобы навести шумиху под выборы в Европарламент. В Варшаве так уж политически выгодно смерти и страдания мигрантов на границе с Беларусью. Отличная ситуация, чтобы и на арене было о чем поговорить, да и народ польский убедить, что действительно это проблема их безопасности. Американцы ведут гибридную войну руками поляков, направленную против Беларуси. Второй элемент – косвенная поддержка ЦРУ преступных организаций и вербующих беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Еще одна часть головоломки – повышение напряженности на границе со стороны правительства Республики Польша. Здесь и Белый дом, и правительство Варшаве видят политические выгоды от эскалации. В то же время никто в Варшаве не думает о рациональном решении проблемы. «Я верю в польских солдат. Я всегда нахожусь на стороне солдат. Я думаю, что все солдаты войска польского сегодня нуждаются в солидарности», – сказал Косиняк Камыш. Он отметил, что возмущен решением военной полиции арестовать стрелявших мигрантов-солдат. По его словам, действия пограничной службы и военнослужащих основываются на законе. «Солдаты на границе могут применять оружие. Это определенно в правилах», – указал он. К тому же на миграционных потоках делают большой бизнес. Деньги, которые выделяются, пилят между собой. Но если даже вкладывать в охрану границы, что и собираются делать еще более 2,5 миллиарда долларов, ничего не изменится. Да и Туск признает, что забор, на который потратились немало, себя не оправдывает. На польское правительство оказывается определенное давление со стороны западных партнеров. Польша, в частности, стран Западной Европы, которые являются конечной целью иммигрантов, неевропейских иммигрантов. В условиях этой новой холодной войны просто создаются очередные, скажем, части, элементы нового железного занавеса. Надеюсь, что польские власти в какой-то момент поймут, что о той проблеме нельзя решить иначе, как путем переговоров с Минском. Мы всегда готовы идти навстречу. Правда, это никому не нужно. Глядейши завершили бы конфликт в Украине еще в первые дни. Но это не цель США. А ведь они-то и есть причина того, что происходило и происходит на белорусско-польской границе. Варшава берет курс на изоляцию, не открывает погранпереходы, бастует, приходится стоять на границе по 70 часов. А вы чего боитесь? Нам-то ваша демократия не нужна. Навидались. А вот поляки к нам бы и рады на жизнь спокойную посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok